В Сочи из реестра проблемных жилых домов исключено 12 объектов, за чей счет сегодня исправляют ошибки застройщиков? В Сочи инспекторы ГАИ проверят, во что обута машина, а сезон зимней резины действует уже две недели. В Сочи подвели итоги международного конкурса «Елочные игрушки» среди призеров и местные мастера. Сочинец Данил Плужников представил клип на свою авторскую песню. Звезды снялись в нем бесплатно. Сочинец Данил Плужников Заседание Совета по правам человека начинается не с традиционного приветствия, а с внезапного приглашения. Вениамин Кондратьев вызывает на совещание своих заместителей. Изначально регламент не предполагал присутствие всех вице-губернаторов, но иначе сложно представить эффективный диалог с общественниками, которые сюда пришли от лица жителей всей Кубани. Вы индикатор жизни в обществе, вы индикатор жизни людей. Я тогда должен посмотреть, какого цвета это лакомство в своей бумажках. Реально зеленого, либо желтого, либо уже красный, либо она уже темно-красная, что уже проблема перезрета. Вот что мне важно. Поэтому я и просил сделать совет таким, чтобы он был реальным, реальным, реальный, активный, неугомонный, настроенный на результат люди. Не на действие, не на изображение результата, а на результат. Чтобы я чувствовал температуру, которую вы передаете в обществе. Ну не просто послушать, поблагодарить и уйти. Вот это мне меньше всего нужно. Мне нужен конкретный диалог с конкретными вопросами, ответами. Я хочу посмотреть, как мои коллеги отвечают на эти вопросы. И все в курсе ли они этих вопросов, которых вы говорите. Я хотел бы, чтобы каждый, кто хотел, не по регламенту высказались, а по жизни высказались. Свой независимый гражданский взор представителей общественных организаций особенно направляет на сельскую местность. Порой достучаться до чиновников в станицах людям сложнее, чем в крупных городах. И здесь активисты становятся незаменимыми помощниками. Председатель Краевого совета по правам человека Андрей Зайцев рассказал, что общественные муниципальные палаты созданы в 43 городах и районах края. У нас было 3-5 выездов, 8 выездов в этом году. Выездные заседания, приемы граждан, 8 зональных круглых столов. В муниципалитетах есть люди, которые реально понимают, что надо гражданское общество поднимать на ноги. Это их помощники. Оказать правовую поддержку, помочь нуждающимся получить лекарства и разобраться с тарифами ЖКХ – лишь одни из направлений деятельности Совета по правам человека. Кстати, коммунальная тема не раз сегодня поднималась на встречу. У жителей края до сих пор остаются вопросы, как формируются отдельные тарифы в квитанциях. У общественников уже накопилась масса конкретных примеров, когда суммы в платежках были необоснованно завышены. Вениамин Кондратьев поручил создать рабочую группу за контролем по ценообразованию на услуги ЖКХ. Мы просим, чтобы нам предоставили полностью всю смету, что входит в этот тариф. Даже при низкой температуре подачи или давлении, или теплоносителя, мы… Стоимость тарифа растет. Мы растет бешено, но ни жилищная инспекция, ни министерство ЖКХ, ни департамент цены тарифов не могут наказать. Если на самом деле просто берут и пишут квитанцию, только потому, что каждый не хочет обанкротиться, а каждый хочет все заработать, еще заработать сведения просто на хлеб с маслом, еще сверху чем-нибудь, ну так же ж не бывает. Мы привыкли сегодня кивать на износ сетей, ну все привыкли, да пусть на самом деле покажут, где этот износ. Ну где он, и в чем, понятно, он есть, безусловно, и он не маленький, согласен. Но конкретно, можно конкретно показать в каждом конкретном случае? И будет ясно тогда, сколько на самом деле потребитель платит за свет, за воду, за газ конкретно. Потому что вопросы конкретные, а ответы размытые. Вот что сегодня происходит. В Советы правам человека при губернаторе входит больше 30 представителей ведущих общественных организаций Кубани. Такая площадка помогает настроить прямой контакт с властью. В следующем году гражданские активисты подключатся к контролю за реализацией национальных проектов, а также помогут следить за прозрачностью госзакупок. Кроме того, глава региона предложил членам Совета при необходимости присутствовать на ежемесячных общекраевых планерках. Откровенный разговор продолжался более трех часов, но и этого времени, чтобы охватить все острые вопросы, недостаточно. Мы должны встречаться не раз в год, чтобы мы сверяли часы, чувствовали, понимали, быстро доносили проблему. Ведь очень важно, чтобы люди до вас доносили проблему и чувствовали в вас ту поддержку, которая им нужна. А это когда почувствуют, когда будет результат, в том числе обращение к вам. И это мне очень важно. А вы быстро-быстро в открытую дверь во власть тоже должны эту проблему не то что донести, а быстро с алгоритмом решения или вместе обернули ее в решение и сняли эту повестку в целом как проблемную. Губернатор обратился к присутствующему. Участие Совета необходимо во всех сферах жизни края. Власть на местах должна быть открыта к диалогу с общественниками. Ведь их предложение и где-то даже критика нацелены на развитие всей Кубани. Реализацию приоритетных региональных проектов в образовании и здравоохранении сегодня обсудили в Краснодаре. Совещание провел глава Кубани. Заместители губернатора доложили Вениамину Кондратьеву о ходе реализации социально значимых проектов. В краевой столице на участке площадью 12 гектаров расположится школа-интернат для одаренных детей. Учебное заведение на 1100 мест планируется сдать в 2021 году. Сегодня детально прорабатывается проектная документация, чтобы до конца года направить ее на экспертизу. Работы по графику ведутся и в Сочи. Там уже возводят общеобразовательный комплекс. На объекте задействовано 250 человек и около 30 единиц техники. Под особым контролем строительство медицинского кластера в Краснодаре. Планируется, что в начале следующего года будет определен подрядчик и заключен контракт на проектно-изыскательные работы. В Сочи из реестра проблемных жилых домов исключено 12 объектов. Всего в списке значилось 28. Речь о новостройках, которые возводились в рамках 214-го федерального закона о долевом строительстве. Обманутыми покупатели оставили 52 застройщика. Сегодня их просчеты и промахи исправляют инвесторы. А вот как именно, расскажет наш корреспондент. Теплоходы, все это наблюдаем, салюты, все. Мы вообще в прекрасном месте находимся. Это сегодня Вера Рыжова, полноправная владелица квартиры с панорамным видом на город, море и склоны Кавказских гор. А еще недавно Вера и 700 ее соседей считались обманутыми покупателями. Москва – один из жилых комплексов, строительство которого было брошено на полпути. Застройщик – сочинец Анзор Пруидзе в тюрьме. А пока дом достраивает инвестор. Вот внутри квартиры мы не ощущаем недостатков, которые есть в окончании благоустройства нашего дома. Каждый у нас в квартире, он создал свой рай. Нам надо завершить отопление, которое мы, к сожалению, обогревателями и электрическими сейчас пользуемся. Администрация сыграла роль в том, что она нам в конце концов сумела найти инвесторов, договориться обо всем. Естественно, без администрации мы бы не смогли ничего этого сделать. Потому что прийти к общему согласию 700 квартир, все собственники – это невозможно. Но с помощью инвестора, который нам предоставила, то есть администрация нашла инвестора, у нас решаются все проблемы. Свет в доме есть, работают лифты, сети водоснабжения тоже проведены. Жителей не устраивает лишь напор воды в кране. И тем не менее, в 60 квартирах люди уже живут от безысходности. У нас полностью готовы все сети. И теплотрассы смонтированы, и ТП смонтированы, и насосы-повысители стоят. У нас все готово, у нас нет вот такого маленького отрезочка между сетями городскими и нашими. И вот за это, за врезку надо 8 миллионов. И частично, возможно, будем привлекать инвестора, который был озвучен на Межведовственной комиссии. Это Тодо Александр Андреевич. Он обещал нам оплатить воду и отопление. Как говорилось на Межведовственной комиссии, это будет сделано за счет объектов доноров ПРУИЦА. То есть это горизонтов затрон, они будут достраиваться, у них там есть свободные площади, и частично какие-то средства пойдут на наш дом. 700 человек собрать, которые не живут, не то что в Сочи, а многие в стране вообще не живут, и собрать с них деньги, это просто нереально. Поэтому с помощью администрации нашли инвестора. Инвестор помог нам сделать внутренние сети электроэнергии для подключения электричества. Вот в марте 19-го мы его уже подключили. Комплексная работа, которую проводит сочинская мэрия, позволила исключить из реестра проблемных 12 объектов. Это из ЖК «Москва» и 15-этажка на Пасечной от застройщика «Ида». Здесь также заключено инвестиционное соглашение о намерениях окончания строительства. Проще говоря, найден инвестор. Когда мы зашли в июне 2019 года, мы даже не могли представить, что настолько плачевное состояние. Инженерные сети были не проведены ни внутренние, ни внешние. Не было системы отопления, пожаротушения, системы отведения, дымоудаления. Не были выполнены фасадные работы, внутренняя отделка коридоров, лифтовых холлов, благоустройство территории. Технические условия были все просрочены. Сделали на 90% практически все. Подвели сети, провели внутреннюю электрику. На данный момент наша компания абсолютно безвозмездно уже потратила более 60 миллионов рублей. Еще 15 нам необходимо доплатить подрядчикам при завершении работ. Времена смуты, длившиеся 11 лет, прошли, говорят сами дольщики. У меня уже два внука за это время родилось. Действительно, мы воочию видим, что достройка идет полным ходом. И как бы сказать, что недалеко то будущее, когда мы будем заселяться в это, это как бы уже реально все. Котельная стоит, подстанция стоит, инженерная коммуникация, электрика, все разбросано. То есть, ну, как бы все в порядке идет. Большая благодарность, конечно, администрации. По два, по три заседания, круглый стол и прочее, прочее. То есть, там все было. Департамент строительства, администрации, все замы, все было. Мы сидели, все решали, и думали, и не думали, и гадали. И в итоге, да, в итоге, да, получилось все. Инвестор обещает, новоселье дольщики отметят вместе с Новым годом. А вот еще один пример социальной ответственности бизнеса. Известный в Сочи застройщик Шамиль Нунаев достраивает печально известный жилой комплекс «Фристайл» не менее известной компании «Вант». Долгострой находится в завокзальном микрорайоне на улице Трунова. Строить его начали больше десяти лет назад. Вернее, просто поставили коробку. И на этом все. Обманутыми остались 130 дольщиков. Причем средства граждан привлекались незаконно. Разрешения на строительство не было. Застройщика объявили банкротом. С, казалось бы, мертвой точки дело все-таки удалось двинуть. Администрации определен инвестор, который получил статус нового застройщика. Самое сложное, конечно, это правовая часть этих объектов, где присутствуют обманутые дольщики. Бесчисленное количество судебных процессов, арестов, ну и в банкротстве находятся предприятия. Со стороны администрации есть полное взаимопонимание и поддержка в рамках их полномочий. Мы понимаем всю ответственность и с задачей справимся, сдадим срок. Хотя есть проблемы проектного финансирования. Банки, там где существуют проблемы банкротства, неохотно дают кредиты и отсутствует проектное финансирование. Но мы стремимся как можно быстрее снять эти проблемы, аресты, судебные решения, чтобы прийти к КЗ-214 и появилось финансирование. А пока приходится реализовывать свои старые проекты, к сожалению, жертву вот этих вот, чтобы закончить, сдержать слово. Таким же способом Нунаев достраивает еще два вантовских долгостроя на улице Теневой и аллеи Челтенхэма. От него зависит и будущее ЖК-курортный, что на улице Медовой в Адлере. Чтобы удовлетворить требования, 800 дольщиков инвестору потребуется 3 миллиарда рублей. Разумеется, есть и коммерческая выгода. Строить предпринимателю разрешили больше, чем было запланировано изначально. В целом же на сегодняшний день права 3 тысяч 320 граждан уже удовлетворены. На очереди еще 4 тысячи обманутых дольщиков и покупателей. Сегодня эта работа у нас только усилилась, только набирает обороты, скажем так, для того, чтобы в ближайшее время ее завершить. Остается у нас на следующий год, на 2020 год, 17 объектов, 9 из которых у нас в плане графики ввода в течение 2020 года. Шесть из которых у нас переходные на 2021 год. В этом же списке два объекта находятся, которые не имеют инвестиционной привлекательности, которые будут достраиваться за счет средств фонда, фонда обманутых дольщиков. Инвестиционной привлекательности не имеют объекты компаний «Сочи Абсолют» и «Ида». Там ведется процедура банкротства, а также направлены предложения в краевую администрацию о завершении строительства за счет средств краевого фонда помощи дольщикам. Таким образом, к концу года 12 объектов уже навсегда покинут печальный список проблемных долгостроев. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 17 декабря в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем 11-13 градусов выше нуля. Температура морской воды 13 градусов. В Красной Поляне переменная облачность. Возможен снег или дождь. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем 8-10 градусов выше нуля. В Сочи инспекторы ГАИ проверят, во что обута машина. С 1 декабря по техническому регламенту весь транспорт должен быть укомплектован зимними или всесезонными шинами. Инспекторы ГИБДД проверяют не только наличие этих шин, но и глубину протектора. Это напрямую связано с ухудшением сцепных качеств колес, а значит влияет на безопасность дорожного движения. Также полицейские объясняют водителям, что установка зимних шин только на одну ось ничего не даст. Традиционное заблуждение многих автомобилистов, что они обезопасят себя и немного сэкономят, поставив зимнюю резину только на ведущую ось, может стать роковой ошибкой. На самом деле из-за этого в разы увеличивается вероятность неуправляемого заноса из-за разных сцепных качеств колес с поверхностью дороги. Как создать личный бренд, монетизировать его и войти в большой бизнес? Ответы на эти и многие другие вопросы получили начинающие сочинские предприниматели на первой бесплатной бизнес-конференции. «Сочный бизнес» – такое название конференции организаторы решили дать не случайно. Здесь специально для начинающих предпринимателей собраны все самые интересные темы, позволяющие сделать бизнес приносящим прибыль, а главное полезным для общества. Участие для всех бесплатное. По словам Юрия Меньшикова, основателя сочинского бизнес-инкубатора биржи труда «Цитрус», а также руководителя одноименного центра предпринимательства и карьеры, сейчас то самое время, когда нужно открывать новые идеи и продвигать их в жизнь. Все, что вокруг нас находится, даже мы видим вот этот вот ролап, ящики, в которых лежат мандарины, микрофон, это все сделано предпринимателями. Это не делают чиновники, это не делает еще кто-то, это все делают только предприниматели. И поэтому, чем больше развивается предпринимательство, тем больше у нас каких-то красивых вещей появляется, тем они как-то лучше, комфортнее, они более доступными становятся. Конференция от предпринимателей и для предпринимателей. Лекции не по книгам, а на личных примерах читают опытные наставники в лице четырех успешных бизнесменов, руководителей крупных компаний. В качестве слушателей, а их собралось около 200 человек, тоже действующие бизнесмены, которые захотели узнать секреты успеха у практиков и выйти на новый уровень. Я пришла сюда в поисках единомышленников, в поисках ответов на свои вопросы в плане финансов, в плане инвестора. Такие вопросы хочется решить и услышать ответы. Я была наемным работником, потом пришла вот эта идея, потому что что можно, чего не хватает и в каком направлении можно развиваться. Да, этот формат мне подходит тем, что хочу услышать от успешных людей какие-то идеи, в каком направлении идти, двигаться, потому что ниша достаточно новая и неохотно люди идут на это. В итоге участники узнали, как правильно нанимать персонал, вести свою работу в социальных сетях, как планировать свое время, а главное больше зарабатывать. Такая площадка оказалась очень востребованной для предпринимателей, поэтому конференцию организаторы планируют сделать традиционной. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Новый для науки вид растений описан учеными Сочинского национального парка. Простой с виду лютик был обнаружен в Рицинском нацпарке на горе Пшекшхва. Он произрастает в составе реликтовых вороновников, это доледниковые высокогорные луга. Новый вид является узколокальным эндемиком бассейна реки Бзыбь, то есть встречается только там. Вид назван лютик Ингитания в честь Ингитания, президента географического общества Абхазии, заместителя директора Рицинского реликтового нацпарка и доцента Абхазского госуниверситета, известного географа и биолога, возродившего комплексные научные исследования на территории Рицинского нацпарка. Ну а на курорте подвели итоги ежегодного международного творческого конкурса «Елочные игрушки. Сочи. Елка. Волшебство». Он прошел уже второй раз при поддержке городского собрания Сочи. Торжественное награждение победителей прошло в Зимнем театре. В этом году в конкурсе принимали участие почти 100 мастеров из России, Узбекистана, Казахстана и Северной Кореи. Они представили на суд жюри более 250 работ, выполненных в разных техниках. Возрастных ограничений не было самому молодому участнику 6 лет, а самому опытному 73 года. Работы мастеров оценивал экспертный совет. И, как призналась заместитель председателя городского собрания Сочи Ольга Лиот, которая также была в составе жюри, прийти к единому решению не могли долго. «Мы боролись друг с другом, члены экспертного совета. Мы не могли определиться, кто же лучше. Настолько высокий уровень. Первое, что выхватил взгляд на столе, на котором были разложены игрушки, это была игрушка-карусель краснодарской мастерицы». Победителей было много в разных номинациях. Одной из них стала сочинская художница Людмила Емельянова. Она впервые принимала участие в конкурсе. На работу ее вдохновил символ будущего года – металлическая крыса. На суд жюри художница представила мышку-модницу. «Сделана юбочка у нее из цветков лотоса. Летом, осенью мы собирали цветки лотоса. И пришла идея сделать такую вот мышку. Лотос – цветок долговечный, а вообще так хрупкий. Но я специально обрабатываю его, чтобы он был более прочный». Добавлю, что работы всех участников украсили главную елку в зимнем театре. В Сочи показали спектакль о том, как человек убивает планету. Проблемы экологии озадачились воспитанники студии творческого развития Константина Хабенского. Премьера спектакля «Пластика», который рассказывает о загрязнении Мирового океана, прошла в присутствии специально приглашенных гостей. Из Санкт-Петербурга приехала ведущая актриса театра имени Ленсовета Светлана Письмиченко, а из Уфы художественный руководитель театра «Республика Икс» Гюзель Абушахманова. «Мы как старшие товарищи иногда приезжаем сюда, чтобы дать совет, увидеть и посмотреть, куда развивается студия. Конечно же, мы в течение года очень часто приезжаем друг к другу. В Петербург приезжают студии, мы общаемся, обмениваемся опытом. Потом у нас, знаете, такая творческая лаборатория, которая не заканчивается никогда, ни днем, ни ночью, ни в зависимости от года и времени». На отчетном концерте воспитанники сочинской студии Константина Хабенского продемонстрировали все, чему научились за три месяца. Сочинец Данил Плужников представил клип на свою авторскую песню. Победитель третьего сезона проекта «Голос. Дети» продолжает свой путь в музыке. Презентацию его клипа о пилигрим посетили и звезды поп, сцены, и актеры, и друзья, Данила по проекту «Голос. Дети». Главные роли в клипе сыграли певцы «Зара» и Дима Билан. В телепроекте «Голос. Дети» именно Билан был наставником Плужникова. На своей странице в соцсетях он оставил теплый отзыв о новой работе сочинца. Сам клип снимали на полном энтузиазме, все работали безвозмездно. Ломай и круши все эти стены, за спиной горят мосты. Я проводник, веду иди, за мной моя история. Сам Плужников назвал эту работу особенной для себя. Она точно отражает его внутренние переживания. В Ютюбе клип уже собрал почти 200 тысяч просмотров. В Сочи почтили память тренера Александра Криворотова. Ему посвятили открытое первенство города Сочи под Хэквондо ГТФ. Турнир прошел в минувшие выходные в Адлер-арене. В турнире приняли участие более 200 атлетов в возрасте от 10 до 18 лет. Всего 7 команд. В Сочи был представлен командами из 5-й, 17-й спортшкол и клуба «Тайфун». Приехали на первенство также спортсмены из Москвы, Геленджикар, Мавира, Туапсе и Туапсинского района, Новопокровского, Обширонского и Гулькевичского районов края. Турнир организован в память сочинского тренера Александра Криворотова, вице-президента городской федерации Тхэквондо ГТФ. Более 20 лет своей жизни он отдал развитию спорта. Воспитал огромное количество спортсменов, среди которых обладатели черных поясов, чемпионы всероссийских, европейских и мировых чемпионатов. В качестве почетных гостей на турнир были приглашены мать и дочери Криворотова. По результатам первенства в командном зачете медали остались у хозяев турнира – сочинцев. Первое место – команда тренера Валерии Юсеф. Серебро у команды тренера Игоря Вериютина и бронза у воспитанников Максима Янсона. Со следующего года турнир памяти Криворотова приобретет статус всероссийского. До Нового года осталось две недели. Больше всего его ждут дети. Наступает пора детских утренников и корпоративных праздников. Ну а чтобы довольными остались и дети, и взрослые, стоит заглянуть в магазин «Любимый». Новогодняя атмосфера царит в воздухе. Самое время задуматься о подарках для близких. Магазин «Любимый» на Горького 58А предлагает новогодние подарки из конфет. Выбор огромен. Конфеты вкусные и свежие, а начинки – необычные. С отборными орехами и мармеладом. Со сгущенным молоком и карамельной крошкой. Со свежими ягодами и суфле, йогуртовой начинкой и сливочным марципаном. Помимо традиционных конфет «Аленка», «Мишка Косолапы», «Каракум» есть много интересных новинок. Вы пробовали конфеты с шариками «Эмэндэмс» или со вкусом сыра маскарпоне? Обязательно стоит попробовать. Есть лимитированные новогодние коллекции конфет, которые украсят праздничный стол. Магазин «Любимый» предлагает огромный выбор разнообразной упаковки. Подарки формируют оптом и в розницу по оптовым ценам. Форма оплаты любая. Предусмотрены скидки и подарки. Магазин «Любимый» на Горького 58А работает без выходных с 10 до 19 часов. Телефон 918-392-40. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск